Все стены обсыпаются, здесь дырка на дырке, вот начинается, видите, вот штукатурка осыпается, получается дранка, все здесь сами, все сами замазываем. Под линолеум полы гнилые, это спасибо, хоть я живу на первом этаже. Юлия рассказывает о проблемах этого дома, расположенного по улице Столярова 35, где они вынуждены проживать с мужем и четырьмя детьми. Хоть дом и признан аварийным, администрация почему-то не торопится расселять отсюда людей, хотя сам барак был построен еще до революции. В 2017 году я вот через суд, я сама судилась, ходила все, чтобы признать дом аварийным. Дом признали аварийным в 2017 году, но так как наша администрация тянула это время, потому что в 2017 году, если бы до декабря месяца или до какого-то месяца надо было, чтобы вступил закон в силу о признании нашего дома аварийным, значит нас бы расселили бы уже раньше, вот по той программе, по первой. Они протянули полгода специально, дали нам позже документы и нас теперь признали на 42-й год аварийный. Причем экспертиза на этот барак была подготовлена в мае 2017-го. Ольга призналась, что она и не надеялась на то, что доживет до того момента, когда их дом наконец-то расселит. Однако жильцы не согласились с решением чиновников администрации и начали писать во все инстанции, включая прокуратуру и суды. Соседи со второго этажа подали апелляцию через краевой суд и нас на 24-й, на 24-й, 25-й год на расселении мы стоим. У жителей каждой квартиры на руках кипы документов, ответы из администрации, прокуратуры, а также решения судов, последний из которых постановил включить этот дом в региональную адресную программу Забайкальского края по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на 19-25-е годы. Но время идет и никакого расселения не происходит. Чиновники не понимают смысл фразы «здесь жить нельзя». Поэтому жители продолжают переписку с компетентными органами. Дни 10 назад в Следственный комитет какое-то поступило письмо в Москву. И вот они сказали, что вот они приехали, три человека со Следственного комитета, с профсоюзной приходили, все здесь опрос проводили тоже, все снимали, тоже все проводили. Но они что-то обещали или так, формально? Обещали, пока кому-нибудь на голову что-нибудь не упадет, как вот в Нерчинске, или где на ребенка упала стена, так и на нас, видимо, упадет уже скоро. Она постоянно сыпется. Туда не проходили в ту сторону, там вообще помойка вся завалена, там даже пройти невозможно. У нас управляющей компании нет, убирать никто не убирает, дом признан бесхозным вообще. Но зато Алирон присылает огромные счета. Если в квартирах люди стараются поддерживать более или менее человеческий вид, то сам дом рассыпается на глазах, делая проживание в нем невыносимым. Летом ливневые стоки подмывают фундамент, от чего его перекосило. Зимой барак померзает, маленькая печка не в силах обогреть квартиру должным образом. Тогда большая нагрузка ложится на электрические сети в этом доме. Этот дом от 1905 года постройки неоднократно горел. Но несмотря на все сложные, даже опасные условия жизни, администрация продолжает тянуть с переселением. Зимой, хорошо, что сейчас поменяли свет, слава тебе, Господи, вот эти умные счетчики поставили. А то у нас проводка, она горела, вообще горела. Мы в своем, вот наш дом уже горел три раза подряд. Там на втором этаже, если вы не проходили, там черным-черну. Там горела квартира, у меня сын из окошка выпрыгивала. Это сколько, наверное, года? Четыре, наверное, вот так назад было. Вот такой пожар был. Люди вытаскивали со второго этажа по лестницам. Здесь нет даже элементарно туалетов, как у многих бараков читы 21 века. Зато невдалеке висят баннеры с прошедших выборов в законодательное собрание, где изображена первая пятерка паровозов от правящей партии. Бывший сети менеджер города Сапожников, с которым и боролись жильцы этого дома за право на переселение. Депутаты Госдумы Андрей Гурулев, Александр Скачков, которых избиратели чаще видят на экране программ федеральных каналов, чем в Забайкале. Сенатор Баир Жамсуев, а также действующий руководитель администрации Инна Щеглова, которая переняла образды правления у Сапожникова в святом деле превращения Читы в Париж. Правда, на этом баннере они ничего не обещают, просто улыбаются и констатируют. Забайкалье – край сильных духом. Дарья Калинина, Юрий Житлохин, Арина Тимофеева, ЗАПТВ.